всем большой привет сегодня хочу начать свой влог с порцией мотивации потому что нас часто очень часто мотивируют чужие достижения чужие результаты и это конечно же очень крутые на самом деле безмерно рада тому что кто-то вдохновившись моим примером пересмотрел свое питание начал заниматься спортом либо хотя бы одно из двух и сегодня у меня будет третья тренировка второго марафона который я прохожу я прохожу марафон который называется убей жир прохожу его бесплатно абсолютно здесь на ее youtube занимаюсь по бесплатным тренировка и у меня очень классные результаты у меня никогда не была талия меньше 60 вообще 5 сантиметров насколько я себя помню мне всегда была талия где-то 69 68 когда я худела очень сильно потому что у меня обычно всегда была фигура более такая прямая у меня самое широкое место это всегда была талия где то ли вы делать будем это вот про меня и даже когда я была худенькая так вот оказывается все это можно корректировать с помощью спорта присоединяйтесь telegram я там все свои результаты все свои тренировки делаю коротенькие ролики вставляю мотивирую пишу мотивационные какие-то там посты выкладываю очень часто там свои завтраки обеды и ужины рассказываю что я люблю почему я люблю что я ем и сейчас я буду делать очередной свою тренировку в принципе я так живу уже с июня месяца с 12 июня первая моя тренировка прошла я тренировалась практически каждый день сейчас я тренируюсь через день по поводу марафона я скорее всего сниму отдельный ролик потому что о нем стоит действительно говорить и поделиться своими результатами потому что вытягиваешься после него реально как струна ну все я тренироваться пошла ставлю режим хит на часах и у меня обычно сгорает где-то 400 тире ну где-то около 400 килокалорий представляете это нереально просто много за один час садимся ниже 1,2,3, есть, подъем, прыжок ложка и и ушли выдох 1,2,3, 4 подъем узко в шире уже пусть выдох Вниз ширины руки, пятка вверх, спина, еще, 10, раз, два, раз, два, три, выдох, медленно бультилить. Сокращаем пресс по максимуму, поэтому мы с его одеждами поработали. Поменяли сторону. Куда собралась? Рассказывай, девочка. В школу. В школу? А тебе там нравится? Честно скажи. Нарадится. Да, Соне нравится в школе. Да, ты очень красивая, прям красавица-красавица. Это не подорожка, это мальчик тоже. А, это мальчик. И зовут ее Чернослив. Да, Соня очень прикольное имя придумала, Чернослив, прикиньте. Все, Соня, давай, пока. 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 Пока, я буду скучать по тебе. Рубрика ежедневные покупки, закупка продуктов. Но для начала я поделюсь цветами. Вот такой вот красивой композиции. Это, естественно, от Антона. Из фруктов. Обожаю помело, обожаю грейпфруты. Самый, самый, самый любимый хлеб, который я показываю на протяжении уже нескольких лет. Цельнозерновой хлеб ржаной с семенами льна, подсолнечника, тыквы, кунжута. И это длительное ображение на натуральной закваске. Это хлебозавод номер один. И я очень люблю риет, лососевый с мягким творогом. Обалденный риет от Меридиан. Потом, что у меня? Зелень. Моя любимая зеленушка. Это, конечно же, салаты. Поэтому их здесь, посмотрите, три штуки. И самая любимая зелень у меня еще петрушка. Соня у нас обожает помидорки черри. Клубнику покупаем тоже девочкам в основном. На овсяно-блин я люблю намазывать вот такой сливочный творожный сыр. Лимон это для Антона, потому что Антон пьет лимонную воду. Что касается геркулеса. Овсяно-блин я люблю готовить. Я люблю готовить просто геркулесовую кашу. Кефир специально для блинов. Я готовлю по утрам частенько блины. Потому что блины любит вся семья. Особенно Соня у меня. Она очень избирательна в еде. Вообще постоянно мучаемся, что их готовить я придумываю. А блинчики, она никогда от них не отказывается. От тоненьких блинов. Ну и, конечно же, яйца куриные. Расход очень большой, потому что и сашуля омлет обожает. И я очень много яиц ем. Продолжаем влог. У меня уже вот так вот чижутся руки, чтобы распаковать вот эту вот огромную махину. Я даже не могу поднять, он очень тяжелый. Посмотрите, какая красавица. Покажу вам комплектацию, потому что это абсолютно новая модель. Обратите внимание, здесь есть QR-код для скачивания бесплатного приложения. У меня есть приложение My Home. И я просто в него добавлю уже это устройство и буду через него управлять. Потому что, конечно же, конечно, этот пылесос полностью управляется с телефона, даже если вас нет дома. Он может сделать уборку вообще, даже если никого дома нет. Представляете, какие чудеса техники. Здесь по бокам, если вы приподнимете крышку, есть дополнительные тряпки. Тряпки в комплекте круглые, как у мойщик лока. Но хочу вам сказать, что здесь, конечно, качество. Это не тряпка из микрофибр. Здесь абсолютно другое качество материалов используемых. Он квадратный, имеет форму, но у него скругленные края. Есть одна боковая щетка, есть мощные колеса. Они, кстати говоря, способны проходить препятствия до 3 сантиметров. Я первый раз вижу, по-моему, такой пылесос. Именно с круглыми щетками, чтобы их было еще две штуки. Также есть основная щетка для сбора пыли и для сбора мусора. Да, все раскрывается очень легко, стандартно. Убираете запутавшиеся волосы и какую-то грязь. Легко все это очищать, легко все промывается водой. Но суть этого робота-пылесоса в том, что вы практически никогда не сталкиваетесь с грязью, с пылью, с какими-то загрязнениями. И за ним не нужно ухаживать, как за обычными роботами-пылесосами. И не нужно сушить тряпки, потому что они сохнут тоже автоматически. Здесь есть специальная функция сухой очистки на супер высокой скорости. Очищает сам вот этот, сама вот эта база очищает тряпки. Здесь, конечно же, стоит самый современный, самый чувствительный лидар, который молниеносно просто строит карты. И у него есть, кстати говоря, функция распознавания ковров. Можно увеличить мощность, можно ковер просто обойти. И он одновременно и пылесосит, и делает влажную уборку. Причем не просто от той тряпочкой он прошелся по всей квартире. После каждых 6, 9 или 12 минут он возвращается вот в эту свою базу для того, чтобы промыть свои тряпки. И возвращается на ту область, где он остановился. И дальше идет по плану промывать всю квартиру. И так каждые 6, 9 или 12 минут, как вы поставите у себя в телефоне. Какую-то комнату вообще можете избежать. Виртуальные стены строить можете. Он сейчас сходил, промыл свою тряпочку и пошел дальше убираться в то место, где он остановился. Сейчас посмотрим, у кровати он начнет уборку или нет. Смотри, он пришел в это же место, вот где он остановился. Посмотрите, какая чистота. Я вообще ничего, ну одну только бумажку мы убрали, потому что крупную бумажку вытолкал. И каждые, по-моему, 9 минут у меня установлено, он ездит, чтобы промывать тряпку. И это отображается и на дисплее. Я прям слышу, как вода журчит. Этот робот-пылесос без остановки может работать 228 минут. И после всей вот этой уборки, когда он убирает весь ваш дом, всю квартиру, промывает полы, качественно убирает все пятна, все крошки, все-все-все-все-все загрязнения, он возвращается на свою базу самоочистки. И вам даже пыль не нужно убирать из пылесборника, где-то тут внутри он есть или нет. Вам не нужно будет вынимать пылесборник и встряхивать его. И здесь внутри есть мешок для сбора пыли, если я не ошибаюсь, емкости до 3 литров. Этого хватит вам на 60 дней. Просто берете вот этот пылесборник, тянете за вот такой язычок и просто утилизируете, выбрасываете. Что касается тряпки, тряпку тоже выжимать, мыть, стирать не нужно, потому что этот робот-пылесос делает все абсолютно за вас. Я не знаю, я настолько рада, если у кого-то есть возможность, и если для кого-то это небольшие деньги, и кто-то может себе позволить купить такой робот-пылесос, я на самом деле очень-очень за вас рада. Посмотрите, здесь 4 литра объема. Это, по-моему, бак для грязной воды, потому что он такого сероватого оттенка, а там есть голубое, а так и написано. Когда тряпочка сама себя отмывает, грязная водичка сливается вот сюда и собирается здесь. Вот это бак для чистой воды, ну красота! Давайте посмотрим, что еще производитель положил вот здесь. Это что такое? Торчит интересно. Ух ты! Вот представляете, насколько все продумано, насколько использован каждый квадратный миллиметр. Здесь нет неоправданных миллиметров, здесь все, вообще каждый сантиметр что-то доделает. Они даже хэп и фильтр положили, представляете? Плюс еще дополнительно одна боковая щетка, качественный кабель, качественная сама розетка, 4 пакета. Если производитель говорит, что одного мешка для сбора пыли хватит на 3 месяца, это вам на целый год. Девочки, на целый год здесь лежит набор. На этом LED-дисплее отображается абсолютно все. Также здесь еще есть дополнительные кнопки домой, пауза, включить, влажная уборка, сухая уборка. Вам это видно? Он мне что объясняет? Он говорит, ты, дорогая моя, не налила воду, что ж ты кнопку нажимаешь? Я обязательно на эту чудо-машину, конечно же, оставлю ссылку. Переходите, смотрите, описание читайте, смотрите отзывы. Я обязательно оставлю все данные, если вдруг не предоставят купон, потому что этот продавец частенько дает мне купоны. Я обязательно все внизу оставлю, потому что, знаете, какая история была с вертикальным моющим пылесосом? Его, когда я делала обзор, все писали реклама, реклама! А потом, когда вот я его постоянно показываю, там, чуть ли не через влог, и говорю, что я настолько рада, что у меня есть этот пылесос, и он такой вот классный. Вот он тогда стоил, по моим купонам, которые мне предоставлял продавец, около 13 или тысяч рублей, ну, как-то так, максимум 14. А сейчас он стоил, по моей ссылке, у меня спрашивали, 45, ну, разница ощутимая. Поэтому, если на него будет скидка, и если вы загорелись, то имейте в виду. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Атмосфера Счастья, которое создала моя мама Таня. Сегодня у нас будет супер-мега распаковка, потому что у нас тут, отгадайте, что это? Это телефон для Саши и для меня. Вот его бумажка, это, походу, чек. А вот и сам телефон готовый. Вау, какой красивый цвет! Это кто такой красивый цвет выбрал? Папочка. Алло, алло, гараж. Я хочу на нем установить ватсап и там Сашу добавить. А, тут только три камеры, что ли? Это зарядка. Только, мама, мне уже можно канал создавать? Посмотрим. У меня будет два канала. Куда же? Два канала? Атмосфера любви, на котором я буду снимать разные распаковки. И второй канал у меня будет атмосфера любви плей. На нем я буду снимать разные игры. Ну, как тебе? Вау, вау, вау! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, как? Че ты говоришь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только вышла из кинотеатра и решила пешком пройтись, потому что, в принципе, недалеко мне идти. Хотя я легко оделась, но погода, погода шепчет. Я под впечатлением. Это мой самый любимый фильм, поэтому... Ну, первая часть я имею в виду. Действительно, самый любимый фильм. Я вчера только маме говорила, как я его смотрела в этом же кинотеатре. Там сколько лет назад? Десять. И вышла из кинотеатра и на взрыв плакала после просмотра фильма. Мне очень понравилось. Прям классно. Я только заметила, какая луна сегодня интересная. И я уже почти у дома. Чуть-чуть пройти. Прошло три дня. Посмотрите, какой вымахал салат. Особо внимательно уже его рассмотрели. Где-то там на фотке даже. И он реально растет. Вот дома я его просто поливаю. Иногда вот тут опрыскиваю. И у меня в телеграм спрашивали, Танечка, покажи, на чем держится. Вот эта лампа, фитолампа. Вот так вот держится у нас Антоша на все руки мастер. Золотой муж, повезло. Я знаю, девочки. Я иду в магазин за покупками своими любимыми продуктовыми. Сейчас приду домой, все покажу вам, что я покупаю себе. Ну, в основном, это покупки все для меня, потому что общие какие-то покупки часто Антон делает. Вот я закупилась. Еле дотащила у меня, смотрите, целая сумка. И еще рюкзак. И еще я не накрашенная. Ну, практически. Брови только накрасила. Чуть-чуть. Я только из магазина пришла. Вот сейчас сколько у нас времени там? А, завершить тренировку. 20 часов 59 минут времени. И решила вам показать. Пошла за салатом. Три магазина вот обошла нигде. Нет салата. Я уже, я прям страдаю. Но зато, видите, я петрушки зато накупила много. Чтобы и вместо сала это было еще кабачки купила. Вот такие вот маленькие. Ну, очень-очень молоденькие. Такие свеженькие. Вот это разве что я купила девчонкам. Но мне понравился состав. В том плане, что здесь белков 13 грамм на 100 грамм. Это хороший показатель. Вот для супчика. Они у меня супчики любят очень именно с макаронами. Особенно Саша. По поводу авокадо. Меня спрашивали, как выбрать спелый авокадо. Во-первых, я его всегда трогаю. И под вашими пальцами он немножко должен проваливаться. Не сильно, как какой-нибудь нектарин. Но он должен быть податливый. Тогда он свежий. Если он твердый, то тоже, в принципе, ничего страшного. Можно положить в пакет с бананами или в контейнер. И тогда он быстро дозреет дома. Что касается вот сразу, если хотите спелый, то выбирайте сорт Хас. Он часто бывает вот именно мягким и очень-очень вкусный всегда. Я покупаю в Перекрестке сейчас. И мне хватает вот одной такой упаковки на неделю минимум. Но я авокадо ем каждый день как минимум. Ну, не минимум, по одному. По одной штуке. Поэтому мне вот этого на неделю. Потом я еще купила цветную капусту. Я еще купила брокколи. Это все я купила именно свежее. Потому что заморозка стоит столько же. Я подумала, что лучше уж тогда свежее купить. Огурцы везде плохие. Поэтому взяла вот такие вот тепличные. Здесь, по-моему, они чебоксарские. Ну, в общем, вот. У них, видимо, там теплицы есть. Взяла в индивидуальных пакетиках. Более или менее они показались твердыми. Они, знаете, не как труха. Бананы я купила для приготовления печенья. Я обычно миндальное печенье. Теперь и кокосовое готовлю. И кексики. Маффины готовлю. Сегодня брауни готовила шоколадный. И банан всегда нужен в качестве подсластителя. Потому что всякие разные подсластители я не добавляю. Очень-очень-очень редко. Хумус просто обожаю. Я подсадила еще Антона на хумус. Нам очень нравится по вкусу. Вот такой перекусов хумус с паприкой, петрушкой. 100 рублей всего стоит. И он реально вкусный. Сибирский зерновой хлеб взяла. Вот такая у меня продуктовая закупка.